Музыка Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Стас. Немножко запах дыма ещё остался. И я наконец-таки решил рассказать вам мою историю ЕГЭ. Я решил это всё в одном видео вместе, так что давайте лайк поставим, подпишемся на канал. Будет рассказ про те предметы, которые я задавал, а именно это русский язык, базовая математика, общество знания и история. Именно в этом порядке, в котором я их сейчас перечислил. И мы, наверное, начнём с русского языка. Вот такое вот пословие по подготовке к русскому языку использую. Кстати, видео про подготовку к ЕГЭ есть на моём канале. Переходите, смотрим по всем предметам, кроме базовой математики. Объясню, почему. Вот такое пособие. Я порешал его абсолютно полностью. Все задания я решил. Про само ЕГЭ я могу сказать то, что первый экзамен русский язык, он был, наверное, самым страшным экзаменом из всех, которые только можно себе представить. Даже вот есть вот фотография, как мы стояли перед школой, где мы сдавали экзамен. Вот эта вот фотография, где мы все такие угнетённые и, боже мой, что делать? Сама вот эта процедура, наверное, регистрация на ЕГЭ, она самая такая долгая, потому что мы, наверное, полчаса стояли просто перед школой. Просто ждали, пока нас запустят. Потом проверка паспортов. То есть вас разделяют по группам. Вы заходите в саму школу. Там же вы все эти вещи оставляете, все телефоны. Кстати, телефоны тоже можете оставить. Сначала мы их с собой, в принципе, брать. Нас проводили через металлоискатели, рамки, я думаю, вы понимаете. А если у кого-то что-то запищало, нас ещё вот эта вот штука вот так вот осматривали. Типа, и что вы тут вообще делаете? Но у многих пищал ремень. Не только может и ремень. Вы поднимаетесь со своим сопровождающим в класс. Вы садитесь. И вот это самое ужасное. Вы начинаете просто ждать. Просто все молча сидят и чего-то ждут. Ну, мы не молчали. Я потому что не могу молчать. Поэтому мы не молчали. Мы сидели там, общались, разговаривали, что-то делали. Потому что просто так сидеть, знаете, в тишине просто так сидеть полчаса, это просто убивает перед, наверное, офигенным экзаменом. Потом нам рассказывали инструктаж один. И тот же инструктаж на протяжении четырёх экзаменов нам рассказывали. Который длился, наверное, минут семь-восемь. Это вообще то, что ЕГЭ – это одна из ступеней вашей жизни. Не надо ничего бояться. Всё, зайдите каждому выпускнику под силу сдать ЕГЭ. Я так понимаю, под словом «сдать» не имеет. Вы перейти порог. То есть экзамен считается сданным. И не набрать там по 96-98 баллов. Ну, в общем, потом вам выносят конверты. Когда без пяти, по-моему, и десять начинают своих открывать. И тут вообще самое прикольное – это открывать эти конверты. Потому что они новые. Они ещё пахнут этой типографией. Эти конверты открывать – это вообще вопрос, чтобы, я не знаю, я бы весь экзамен сидел и все конверты бы открывал. Потому что это реально прикольно. Вы достаёте ваши бланки. Там у вас бланк регистрации, бланк ответов номер один, бланк ответов номер два и кима, то есть сами вот эти задания. Кима были, в принципе, не сложнее, чем то, что было у Цибулько в книжечках по ЕГЭ, но задания немножко отличались. И почему-то, мне кажется, в нашем регионе они отличаются в сторону сложности. С русского языка не рано люди выходили. То есть люди выходили за полчаса от окончания экзамена. Я вышел за 40 минут до окончания экзамена, потому что я уже всё проверил. Я уже всё сделал. Я такой сижу, уже такой, типа, упускайте меня, готов. В общем, вы всё сдаёте, расписываете, что вы не огурец, и уходите. Самое приятное – это выходить из школы, где вы сдавали ЕГЭ. Это вообще, каждый должен испытать. Просто вы уходите, и всё, и свобода. И всё, и... Ох, мы три экзамена в одной школе писали. А один – это история, мы писали совсем в другой школе. Это вообще, это отдельная тема. Вы уходите из экзамена, и у вас просто приподнято настроение. Вы готовы плясать, вы готовы делать что хотите. Главное уже забыть про этот русский язык, сжечь его так же, как история, и уйти. Итог. У меня очень мало баллов. И это, знаете, сколько? 69. Ну, могу, потому что, поэтому 69 и набираю. Следующий экзамен был – это базовая математика. Ну, здесь вообще всё просто, никакого волнения, никакой вообще нервотрёпки. Вы просто приходите на экзамен, просто садитесь, вам дают эти, извините меня, бланки. Вы их заполняете. Вот это, наверное, самое волнительное на базовой математике – это заполнить этот бланк регистрации и бланк ответов. Потому что одна неправильная буква, и всё, вы огурец можете распрощаться со своим аттестатом и идти. «До свидания» в дворнике или в сторожа, где, куда вас там возьмут. Вы просто введите эти бланки, и там, извините меня, одна вторая, плюс одна вторая, сколько будет? Да не знаю, я, господи, дайте мне калькулятор посчитать. Здесь даже и шпоры, и ничего не надо. Люди стали уходить через 20 минут от начала экзамена, через 30 минут. Я вышел через 35 минут от начала экзамена, в итоге у меня 4. Я недоволен, ни одного балла не ходила до пятёрки, потому что я могу это делать. И всё, базовая математика. Самая лёгкая. Вот все бы такие ЕГЭ были, как базовая математика, я бы просто с счастьем бы на них ходил. Следующий экзамен – это общество знания. Вот это, наверное, самый важный для меня был экзамен, потому что я к нему готовился, и я думал, что я его напишу хорошо. И общество знания у меня был, я не знаю, самый сложный вариант из всех, кто такому можно себе представить. Такие варианты я не готовил, они были реально сложные. И я такой, прихожу и вижу вот это, и я такой, просто в пяти заданиях я сомневаюсь, что ответить у меня бы такого никогда не было. Плюс, письменная часть не выполнена так-то достаточно хорошо, потому что у меня почти максимум баллов за письменную часть. А Тася такой, типа, мммм, до свидания, знаете, до свидания. Общество знания – это единственный экзамен, который я досидел просто до конца. До конца экзамена все три часа пятьдесят пять минут я сидел в аудитории и просто пытался что-то думать, и причем многие так. Мало кто выходил рано. Вот это тот экзамен, который писали долго. Итог по обществу знания у меня тоже шестьдесят девять. Шестьдесят девять баллов. И когда я думал, что за историю я должен был идти тоже шестьдесят девять, чтобы ух! Но оказалось все не так. Так, последним экзаменом для меня это стала история. Это тот экзамен, который я просто меньше всего ждал. И просто от него отойди от меня, пожалуйста, история подальше от меня, куда-нибудь денься. Только не история. Самый странный экзамен по своей организации был. Потому что мы... Был очень жаркий день, по-моему, это было семнадцатый, шестнадцатый июня. Очень жаркий день. Нас вывели... Школа была старая. Нас вывели перед школой на солнце. Стоять на солнце. Мне так повезло, что у нас первая аудитория, когда нас заводили. То есть мы сразу же зашли. А люди там стояли по полчаса просто на дикой жаре под солнцем. Я не знаю, зачем они так сделали. Видимо, просто... Да, пожалуйста, ребят. Пеките здесь под солнцем. Нас завели. У меня первый раз за весь ЕГЭ запищал ремень. Никогда он раньше не пищал, а тут запищал. Я говорю, ремень. Она такая, ммм, точно ремень. Я говорю, ремень пищит. Всё. Так мы и справились с ремнём. Кстати, ни на один экзамен я не брал шпаргалки, кроме как на историю. Я положил в карман пиджака даты, которыми я так и не воспользовался. Блин, потому что я всё вспомнил. Больше мне там дать не надо было. Поэтому я такой, ммм, у меня же есть шпаргалки даты, но они не нужны. Вот такие дела. Кстати, если вы хотите это в конце раскройку списать. Я уже прошёл это, я понимаю, что надо делать. Просто вы понимаете, когда я выхожу из кабинетной истории у встречающих знакомых, мы такие стоим, типа, ммм. Когда мы там пойдём в ПТУ номер 6, потому что история это тот предмет, который просто, ааа, что это такое. Мне попался не самый сложный вариант, кстати говоря. Но, почему-то я не знаю, тестовая часть, когда я сидел, решал тестовую часть, я думал, ну ладно, это правильно, это тоже правильно, это правильно. В итоге у меня за тестовую часть, по-моему, в районе 20 баллов я получил. И письменная часть, это та часть, которой я боялся больше всего, и знаете, что она у меня почти максимум баллов набрала. В общем, письменная часть у меня почти идеальна, у меня за сочинение 8 баллов из 11, потому что мне просто, как мне объяснил репетитор, мне снизили за письменную часть баллов, потому что они подумали, что у меня слишком хорошая письменная часть, значит, у меня должна быть хорошая тестовая часть, а если больше 80 баллов, в нашем регионе бы отправляли в Москву на перепроверку, а если бы там перепроверили как-нибудь по-другому наших бы всех этих проверяющих, сняли и штрафы бы им наложили. Поэтому мне снизили за письменную часть, вот это вообще несправедливо. Письменная часть у меня была хорошая, потому что к истории я готовился, И в итоге, знаете, сколько за истории? Вот вы только представьте себе 62 балла у меня за ЕГЭ по истории Тот предмет, который я думал 75, 78, 80 баллов у меня будет за историю У меня 62 балла за историю Но это единственный предмет, после которого я вышел на улицу И просто Всё, Станислав, вы свободны Можете ничего не делать Теперь как списать вообще на ЕГЭ Если вы слишком смело можете наделать себе шпаргалки Брюки, вас никто не будет проверять Что у вас вообще в брюках лежит Можете в карманы запихать Нас никто не проверял В пиджак это вообще самое идеальное Можете здесь ещё какой-нибудь карманчик сделать Но смысл, вас до туалета сопровождают В туалет, кстати, не заходят И, кстати, история-то был единственный предмет На котором туалет был открыт и перед кабин И перед входом в туалет сидела такая бабушка И смотрела, что вы там делаете И, наверное, прислушивалась о том Не шуршите ли вы там или в воду не сливаете лишнюю Хотя вы должны этим заниматься В общем, вот такая вот история ЕГЭ Списывайте, ну, в удовольствие Если попадётесь, я не виноват Вас просто выкинут с экзамена Так что лучше не рискуйте ЕГЭ это... После того, как я сдал ЕГЭ Это уже не такое страшное испытание в той жизни Мне кажется, что я сейчас готов просто на всё Извините, что так долго не было видео на эту тему Я надеюсь, что я эту тему закрыл Со своим ЕГЭ С вас лайки, ребят Подписки И всех так же сильно люблю Вам удачи Кто будет сдавать ЕГЭ Кто уже сдал ЕГЭ Пишите свои баллы, кстати, в комментариях Если вы досмотрели до этого момента Всех люблю, ребят Пока Субтитры сделал DimaTorzok